всех приветствую сейчас в течение 13 минут вы узнаете как можно сделать такую декоративную штукатурку из обычных материалов вы не только узнаете ну и научитесь ее делать самому итак начнем с того что погрунтуем стены кварцевая грунтовка стены у нас поштукатурены по маякам пошпаклеваны один раз финишной шпаклевкой и погрунтовали кисточкой макловицей кварцевой грунтовкой получилась вот такая вот шершавая поверхность прочная и не будет впитывать влагу сильно со штукатурки которым будем наносить и так берем волма слой штукатурку гипсовую слева и финишную шпаклевку смешиваем один к одному наносим на большую гладилку или терку по разному ее называют маленькой тоже наносим то есть приклеиваем и отклеиваем от материала тем самым формируем на терке вот который у меня сейчас левой руке гладилка на нее я накладываю шпаклевку и прижимаю можно так сказать к этой гладилке наношу методом торцевания вот таким вот способом вот приклеиваю отклеиваю от гладилки большой и такой горочки такие можно сказать приклеиваю к стене остаются такие вот бугорки кусок стены у меня он где-то квадратов 5 я его весь нанес еще пришлось ждать вот такая вот можно сказать шуба получилось подождал где-то минут десять может быть но все зависит от поверхности намочил гладилку каждый раз смываю привлеклись небольшой кусочки шпаклевки и вот мокрая гладилочка очень отлично приглаживается верха все зависит от времени и нужно проверять каждый раз не слишком ли подстыла шпаклевка то есть я точно не могу сказать я ждал минут 10 как у вас будет не я не знаю не могу гарантировать так как у всех по-разному и влажность комнате и и температура таким вот способом приглаживаем не сильно давлю легенько конечно если у вас чуть-чуть пристынет больше шпаклевка эти бугорки то тогда придется сильнее нажимать стараемся равномерно все приглаживать чтобы не было где-то сильнее прижата слишком плоские чтоб не были эти островки то были примерно раком чтобы были равномерны такой результат получился принципе меня устраивает стена подсохла но когда приглаживали получались такие вот небольшие наплывчики заусенцы все легко стирается наждачкой наждачка 400 зернистость перетираю всю поверхность не сильно тру просто легкая взбиваю можно сказать заусенцы грунтуем грунтовкой глубокого проникновения чтобы избавиться от пыли я погрунтовал не только конечно этот столбик но и всю поверхность стену не заснялась просто не сохранилось видео дальше колируем краску взяли краску черный цвет фирмы альпина краска польская снежка стойчивая к мытью ну скорее всего не со шланга но думаю влажной тряпочки можно будет помыть наливаем ванночку валик обычный мохнатый для покраски стен здесь годится он небольшой сантиметров 15 он длины поэтому неплохо получается красим в разные стороны ведем чтобы забить все опоры которые у нас образовались во время нанесения материала большим валиком неудобно красить потому что можно где-то залезть не такой маневренный чем как маленький вот такой вариант ост получилось у нас в принципе можно оставить если вас устраивает такой вариант тоже принципе неплохо смотрится можно оставить будет как обои вот такой вот вариант но мы продолжаем готовим лисировочный состав берем лак в гт матовый тот же колер черный и колеруем лак делаем его чуть чуть темнее чем основа то есть база покрашенная стена этим же валиком наносим лвал лак но лак наносим уже частями то есть не на всю стену а наносим по пол квадрата где-то примерно потому что лак очень быстро впитывается краской и подсыхает и потом неудобно с ним дальше работать верха перетираем висхозной губкой чтобы у нас было либо они были чуть светлее чем впадины между островками так вот шаг за шагом мы наносим и излишки стираем губкой лучше наносить лак не прям рядом стык стык с тем что мы раньше нанесли вот сейчас покажу вот смотрите видите я нанес немного дальше то есть они прям в стык и не накладываю мокрый валик напитан краской лаком я не накладываю его на прежний слой а немного дальше и потом уже раскатывая захожу на тот слой который я уже нанес таким образом у нас не будет излишки лака в порох так как он чем толще слой лака в порох тем темнее будет оттенок для того что было равномерно все вот наношу таким вот способом губка влажная каждый раз когда я перед тем как вытереть лак губку мою в воде вот такой вариант опять же с лаком у нас получился если вас устраивает можно тоже так оставлять на следующий день и но еще хорошо подсохнет вот такой вариант получается в принципе блестит тоже неплохо вот от лампочки немного блестит но нас не устраивает то что он блестит также и в впадинах то есть в порах между островками чуть-чуть тоже блестит мы хотели бы чтобы в порах было матовый цвет а на верхах был глянец для этого берем воск тоже vgt jewelry вот и наносим его тем же валиком здесь воском уже попроще просто наносим на всю поверхность и минут через пять как поверхность станет матовая уже когда воск подсохнет можно будет полировать насадка у нас шерстяная болгарка с регулировкой оборотов ставим обороты на самый минимум и начинаем полировать вот сразу виден эффект верхоприглаживаются полируются конечно не как зеркало но блеск от лампочки или от открытой двери или от окна будет виден и рисунок будет хоро будет хорошо подчеркиваться этим эффектом таким вот образом проходим всю стену такой эффект нас устраивает то что хотели так будем оставлять и так вот вы узнали как можно сделать декоративку отделку у себя дома своими руками это намного приятнее когда вы понимаете что вы сделали сами тем самым сэкономим средства подписывайтесь на канал получаете информацию о том как вы сможете сделать и другие виды отделок самому сверху самому что 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 Продолжение следует...